Новосибирск Новый сквер вместо стихийной парковки у цирка готов уже наполовину. Там уложили большую часть брусчатки, сейчас восстанавливают центральную лестницу Нарымского сквера. Строят подпорную стенку и монтируют систему освещения. Скоро будут высаживать крупномерные деревья, кустарники и травянистые многолетники. Сегодня работы проконтролировал мэр Анатолий Локоть. Там же встретился с местными жителями, чтобы узнать о первых впечатлениях. На площадке между цирком и Вознесенским собором продолжается реконструкция по проекту. Вместо стихийной парковки здесь организуют уютное пешеходное пространство. С лавочками, скамейками, урнами, освещением и клумбами. Так решили новосибирцы. Фактическое продолжение Нарымского сквера уже начали благоустраивать. К 130-летию Новосибирска установили памятник Николаю Чудотворцу. Демонтажные работы полностью завершили. Сейчас укладывают плитку. Уже большую часть в сторону цирка и к памятнику проложили. Оставили дополнительное пространство для озеленения. В ближайшее время, если позволит погода, здесь высадят злаковые и травянистые многолетники. При подборе, учитывая ассортимент, который может расти в данных условиях, это высокая освещенность, высокая антропогенная нагрузка, близлежащая уличная дорожная сеть и большое количество посетителей. Вдоль дороги высадят тополян. Зеленую зону от проезжей части оградят Воллардом. А со стороны улицы Нарымская реконструируют подпорную стенку. Сборку ее металлических каркасов выполнили наполовину. Центральную лестницу Нарымского сквера разобрали. По проекту ее планируют восстановить. Кроме того, обновятое освещение, уже проложили кабели. Осталось сделать опоры для них и в завершении подключить к электричеству. Замечательно отношусь. Я прямо иду, каблук не цепляется. Чудесно. Ход работы идет. Очень много сделали. Темп хороший. Вот автолюбители недовольны. Многие приезжают с окраин. Здесь работа в центре. Вот на обед ездить удобно. Все хорошо. Вы обратно уезжаете в чистый ваш пригород. Ну мы же жители. Посмотрите, сколько живых домов. Мы же остаемся. Ну сколько можно терпеть вот эти блестящие поля машин, поезда машин. Это центр города. Нельзя так. Но надо думать о будущем. Жду, что в срок мы придем с семьей. Кофе пить пойдем. Детей возьмем. Люди очень заинтересованно относятся к данному проекту. Я лично ощущаю, и все, кто со мной работают, да и сами строители ощущают поддержку новосибирцев в реализации данного проекта. 110 миллионов, я напоминаю, это бюджетные деньги. Здесь поддержка области. Здесь подрядчик. Я отмечаю, ответственно относятся к работе. Стараются. Видно. Ну и гарантийные обязательства. Безусловно. Мы будем возвращаться, если что-то будет выявляться. Работы на этой территории завершат 15 октября. Параллельно разрабатывают и дизайн-проект самого Нарымского сквера. Его реализуют на втором этапе в следующем году. Тем временем в Первомайском сквере начали демонтировать еще одно незаконное ресторанное здание, которое мешало благоустройству территории. Арендатор этого стеклянного павильона уже переехал на новую площадку. Однако собственник строения отказывался его сносить самостоятельно. Как рассказывают в мэрии, полностью разобрать здание планируют завтра. Затем взыскать собственника стоимость демонтажных работ – около миллиона рублей. К слову, только за прошлый год в Новосибирске демонтировали около 700 незаконных объектов общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. Важно отметить, что это не борьба с бизнесом. То заведение, которое там находилось, это были ориентаторы, которые попали в очень неудобную ситуацию. Мы дали им максимальное количество времени. Мы сделали все для того, чтобы они смогли наименее безболезненно переехать. Собственник этого здания подставил город, незаконно используя его имущество, и незаконно сдал это помещение предпринимателям. И когда мы говорим про поддержку предпринимательства, мы должны понимать, мы поддерживать должны предприниматели, а не того человека, который пересдает, перепродает еще и незаконные имущества. Вот в этом ключевая разница. И теперь, ну, справедливость должна восторжествовать. Провалы в Асфате беспокоят жителей дома на улице Станиславского. Рядом с их контейнерной площадкой прорвало теплотрассу. В результате образовались ямы, заполненные кипятком. Как говорят местные жители, теплосетевая компания обещала устранить дефект к 10 сентября. Но пока дыры в асфальте только разрастаются. Когда еще эта яма не была завалена хламом, жители ближайших домов наблюдали провал земли приблизительно глубиной в 2 метра, судя по обильному пару с горячей водой. Вот от маленького вот такого кусочка вот такая яма. И вот эта вот порнография, скажите, кому она нужна? Центральная улица, никто ничего не обращает внимания никакого. Яма, тут она где-то началась, она была изначально маленькая, в диаметре колодца. А потом она начала расти сюда. Сначала тут помещались две двери. Потом она начала разрастаться, разрастаться. И вот с помощью дождя это все размыло. Мне написали уже автодор, потому что у нас начала разрушаться земля. У нас ушел бордюр под эту яму. Там тоже особо ничего не расписали. И вот недавний ответ мне пришел, то что до 10 сентября мы решим эту проблему. НТСК нам заделает вот эту яму. И опять никаких движений, они не приезжают, не проверяют. Они раз приехали, заделали люки на дорогах, заасфальтировали. Все. И подняли забор. Это же кипяток, да? Это колодец канализации, конечно. Вот он колодец, вот его шахта. В темноте легко, вето сразу сварится. А если дети? А если дети? А детворы у нас тут бегает во дворе очень много. Я смотрю, тут пытались каким-то образом... Да, 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 да. Что-то вот ставят, толку. Толку от этого нету. Когда дожди, поток воды идет оттуда, оттуда. Люди даже к остановке подойти, в принципе, не могут. Ну а как же мусор выходит, все выкидывает. Тут стоят рядом контейнеры. Ну вот, она еще скоро размоет, и скоро оголится вообще полностью этот колодец. И, соответственно, у нас потом, значит, мусорка сюда не может подъехать. За этот дефект несет ответственность сибирская генерирующая компания. Поэтому мы попробовали связаться с сотрудниками. Артем, здравствуйте. Подскажите, когда будут производиться ремонтные работы? Дорогу по улицам Савы Кожевникова и Герцена объединили. Теперь автомобилистам не нужно передвигаться по дворам и стоять в пробках. Попасть домой они могут по объездному пути. На дорожное покрытие и благоустройство территории вокруг потратили почти 9 миллионов рублей. Большую часть средств выделили из городского бюджета. Три, два, один! Мы находимся на придомовых территориях Герцена 6, Герцена 6, группа 1, Савы Кожевникова 17 и 19. Несколько лет назад у нас появилась мечта облагородить этот участок. Но была проблема в том, что перекрыты были дороги и нельзя было никак проехать. Потому как объездной дороги не было, то каждый дом из этих стоящих, они поставили себе блоки, чтобы мимо не проезжали. Это безопасность детей, естественно, и пожилых, и вообще всех. В принципе, по закону они были правы. По-человечески-то это было не есть хорошо. И поэтому возникла такая проблема сделать объездную дорогу, чтобы не проезжать по дворам. Проблема, наверное, транспортной доступности и пробок сейчас в городе Новосибирске. Судя по тому, что говорят люди по опросам, это вообще номер один. Ну а на Северо-Чемском, на Затулинке очень сильно чувствуют. Выезд на Комсомольскую улицу – это огромная проблема. И люди обозначали наказы депутатам о том, чтобы была возможность массив каким-то образом закольцевать и Савы Кожевникова и Дерсона соединить. Порядка 8 миллионов рублей – это бюджет города Новосибирска. И еще дополнительно 800 тысяч рублей – это поучаствовали депутаты законодательного собрания. Здесь был пустырь, пустырь облагородили, высадили деревья. Активно очень в этом поучаствовали люди, живущие здесь. Дорога хорошая, да. Мы живем вот в этом доме рядышком, в 19-м. И вот эта дорога всегда стояла как бы запущенная. А сейчас в данный момент очень сгостроенно. Мы делали елочки, деревья посадили. Очень красиво, очень удобно стало около дома. Центр общественного наблюдения за выборами губернатора Новосибирской области открыли в Университете архитектуры, дизайн и искусств. В пункте расположили 38 рабочих мест. На мониторах будет видно, как идет голосование и подсчет бюллетеней. В Новосибирской области камерами оснастят 886 избирательных участков. Мы благодарим Академию архитектуры и дизайна, что они вторую избирательную кампанию предоставляют нам эту замечательную площадку. Весь штаб общественного наблюдения заезжает сюда и на три дня. И наш, вот здесь мы оборудуем центр, имеем видеонаблюдение, наша мониторинговая группа юристов здесь работает, наш пресс-центр здесь работает, горячая линия. То есть все здесь, точка кипения, все три дня мы здесь, в Ингауде, находимся. Вы видите эту замечательную видеостену, которую мы смогли добиться в выборы Государственной Думы. И в этой избирательной кампании мы тоже имеем эту видеостену. Видеостена позволяет нам реагировать быстро на те замечания, которые поступают от наших наблюдателей, на какие-то звонки на горячую линию о том, что происходят какие-то недочеты или нарушения на том либо ином избирательном участке. Моментально оператор выводит все это на большую видеостену, мы все вместе наблюдаем процесс. Ложный был звонок, действительно ли есть нарушения. Все участники видят, никого не обманешь. Поэтому были у нас звонки, выводим ложные информации, фейковый звонок. Если действительно подтверждается, что там есть нарушения, связывается с избирательной комиссией, есть необходимость отправлять туда юриста своего. Моментально вся ситуация решается. На этих выборах мы оснастили 886 избирательных участков видеокамерами, с которых будет осуществляться трансляция, в том числе, в Центр общественного наблюдения. Это позволяет контролировать весь избирательный процесс практически с охватом избирателей более 80%. То есть фактически основная масса таких участков остается у нас только без видеонаблюдения. Участки с незначительным количеством избирателей. Поэтому, исходя из цели полагания общественного наблюдения, мы говорим о том, что это очень важное, ответственное мероприятие. Современной библиотекой на Аби после модернизации стала библиотека имени Фадеева в микрорайоне Затон. Здесь сделали ремонт, изменили концепцию и настроились на более современный подход к читателям. Книги почитать можно здесь же, на диванчиках в виде кораблей. А в импровизированном кинозале познакомят с историей микрорайона. Библиотека имени Фадеева на Затоне начинает работу после обновления. На модернизацию потратили больше 6 миллионов рублей. Новая концепция – речная. Из-за близости Аби. Здание находится на так называемом полуострове. И с трех сторон рядом с ним река. У нас здесь все коренные местные жители, которые живут, они тесно связаны с работой в РЭП-флоте, который, к сожалению, сейчас уже прекратил свое существование. Но много жителей, которые работали, они здесь живут и растят своих детей и внуков. А вот это теперь мое любимое место. Я называю это каилем. Это персональное место для пользователей. Это зал детской литературы. Здесь есть журналы для самых маленьких, первые картонные книги с картинками и, конечно же, уже более серьезные из школьной программы. Взять книгу и почитать можно прямо здесь же, в зале, на вот таких необычных диванчиках. Их сделали в форме корабликов. Все в тему библиотеки на реке. Вот, например, если ты возьмешь книжку здесь, сядешь где-нибудь, вот где я сижу, читаешь, это уютно так, чем дома. Мне нравится, как она обустроена. Тут стало уютнее, чем было раньше. Мне нравится обычно читать какие-то мультфильмы, какие-то интересные книжки, маленькие рассказы. Я не люблю толстые, длинные книги, которые неинтересны для меня. Читатели у нас вообще, в принципе, много детей. Молодежь чуть постарше, конечно, их меньше. Потому что все-таки такой слой населения, можно сказать, сильно занятой. И они действительно работают. И есть такие читатели все равно постоянные, которые, да, и новые записываются с нового микрорайона, которые, да, читают, интересуются новой литературой, новинками. У нас же новый микрорайон, люди приезжают сюда, они местные это все знают, но и то не все. Не так глубоко. И вот для этого сделан специально крыльевический контент, для того, чтобы приходили наши читатели, знакомились, где они живут, что это за интересное место. В этом году фонд библиотеки пополнился на 850 книг. Молодежь, например, предпочитает фэнтези и психологическую литературу. Сотрудники библиотеки уверены, что благодаря новым книгам и новой концепции удастся привлечь и новых читателей.